всем привет вот такую пряжу я сегодня забрала сейчас покажу что здесь а у меня пришла вся палитра а соли на данный момент это вот так выглядит императрица у меня не вся еще идет еще идет пудра еще идет персик и по-моему еще идет без если я не ошибаюсь там у меня яка немножко баунти и вся палитра у меня ангоры это новенькая в нашем магазине здесь 19 цветов то есть вот все что было в наличии по палитре том не дали единственно здесь нет молочного цвета поэтому сейчас девчонки я вам по цветам покажу и расскажу про бабушкин носочек и про ангору очень классно пряжа мне понравилось ну что девчонки давайте начнем чтобы время терять . вот такой у меня бабушкин носочек упаковки идет по 5 мотков вот такая вот она она очень мягкая на ощупь прям класс вот такая ниточка и мои пальцы поранены не обращаем внимание я готовила вот такие вот у нас крутка хорошая идет такая мягкая здесь идет 50 на 50 шерсти акрила цвет 408 100 грамм 260 метров вот такая этикетка вот такой красавчик такой прям объемный только матуля мне понравилась пряжа поэтому я ее взяла она очень мягкая цветов я взяла пока 7 цветов это вот такой синий то есть да понимаете тащусь я от синего это 303 цвет потом идет вот такой серый то есть как он есть до оригинальный это цвет 29601 так а спицы тут рекомендуют так спицы рекомендую два с половиной четыре не отжимать парить разрешено уже хорошо так вот такой коричневый этот цвет номер 2506 белый натуральный белый цвет как он есть черный цвет куда без черного такое черный черный да кажется что куда без него 2330 и зеленый он ближе к изумруду наверное тогда вот такой изумруд может быть камера не передает конечно 2247 у него цвет так это что касается бабушкиного носочка дальше у нас идет осоль к я пробегусь по цветам и они уже разговаривали напомню ее состав вам сейчас взяла девчонкам помоточной чтоб они брали по упаковкам как им нравится здесь у нас содержится 30 мохера 40 шелка и акрил премиум 30 процентов 50 грамм 350 метров спицы крючок тройка или четверка упаковочка пока идет по 550 еще старые цены так что сказать по по качеству этой пряжи мне она понравилась на ощупь она мягкая она прям нежная в общем то это белый цвет 150 это молочный цвет 232 дальше идет вот такой нежно-розовый цвет нежно-розовый цвет нежно-розовый 20 212 потом идет вот всего одна упаковочка была вот такого цвета это вот последний цвет но я вухам мой это изумруд он был под заказ этот цвет потому что в прошлый раз одной девочки моей не досталось 73 цвет черный черный кстати девочки тоже красивые нарядные и самодостаточные что самое важно 30 этот цвет идет далее вот эта упаковка тоже была последняя и поэтому она одна цвет очень красивый 25 далее идем это вот такой вот серый до получают цвет темно-серый да наверное 218 и горчица горчица тоже была под заказ девчонка у меня одна и хотела я и взяла горчичку такую 1452 она вот вот это вот горчица самая настоящая как она есть в принципе в жизни дальше вот такой фиолетовый насыщенный прям я бы сказала это лаванда наверное вот как она вот уже когда как это сказать такая уже идет прям колосится соки набрала вот это вот такой цвет сочный лавандовый цвет темный такой уже когда он идет уже когда их собирают цветочки 1427 дальше вот это насыщенно красный цвет господи он просто жалко ангоры не пришла красная потому что темно-красная но я знаю с чем не сочетать я вам покажу что я задумала жалко что нету ангоры иначе бы я сочетала бы их было бы красиво цвет это восемьдесят седьмой то есть прям нужно не бояться таких цветов потому что они красивые так это тоже вот такой цвет это я не знаю как его назвать морская волна что ли девчонки ночью цвет а бирюза наверное так 80 но он конечно классный прям бирюза бирюза так дальше идем к императрицы наши начнем вот такого цвета серый обычный цвет такой я придумала в общем я возьму ангору красный наверно или нежно-розовую смешаю с императрицей и сделаю шапку звезды будет вообще огонь то есть будет блеск и крупные звезды это вообще бомба конечно 804 цвет так состав я вам напомню здесь 20 шерсти 10 альпаки 40 мохера 29 процентов шелка и один процент люрикса 50 грамм 350 метров спицы 3 или 4 ну и крючок соответственно также 3 или 4 в общем еще я затеяла это конечно вечно у меня планы наполеоновский далее идет императрица фисташковая давно не было этого цвета у нас он очень редкий его трудно достать потому что он ходовой цвет считается 206 девчонки его разбирают пусть также ходовые идут нежно-персиковые пудра но их сейчас и нету они у меня под заказ должны прийти но когда я не знаю это вот голубенький то есть в живую он более нежнее чем на камеру это 67 цвет тут еще есть сиренка у меня вот смотрите какая сирень если да а соль она была более насыщенная да вот я буду делать сравнение этих пряж расскажу вам про них в общем мы на них подробно остановимся смотрите какая красота если их сочетать в принципе их можно сочетать почему нет у них нет метраж один граммов к 1 состав практически один и тот же да если сравнивать составы удобно тут в принципе да но они подходят в принципе по составу тут люрекс тут премиум крил шелк и там и там шелк и пока мохер в принципе их можно сочетать почему нет и будет что-то очень красивое если правильно подобрать модель пока мне то в голове нету показан в голове у меня есть одна модель сейчас я покажу цвета если найду такие я вам покажу что я хочу но с другой пряжей так это я вам показала потом еще императрица пришла белая это чисто белая я хотела в шапку звезды белую я вижу но забыла добавить и связала без вот этой пряжи но тем не менее она тоже красиво 150 лет вот он красный смотрите какой красный красота да если опять же у осоли он вот такой идет такой прям яркий классный то конечно императрицы он идет помягче это красный тоже цвет и я вот этот цвет скорее всего буду мешать сам горой если подберу если нет то я смешаю фиолетовым да вот она лежит то у меня будет фиолетовая шапочка или даже вот такая голубенькая посмотрим это 160 цвет так императрица дальше идет это молочный это не белый это молочный 232 цвет и еще у меня есть свет вот такой уже так ближе к светлой карамели 1453 тоже ходовой цвет на удивление мне досталось две упаковки что меня очень радует потому что этот цвет очень трудно достать так перебираемся дальше яку так идем дальше вот такая баночка это под заказ такого цвета у меня два попросили две тубы на нем я останавливаться особо не буду про него я говорила в прошлых видео на самом деле мне эта ниточка очень нравится из нее можно связать какой-нибудь бомбер или же нет бомбер не свяжешь в общем какую-нибудь ажурную кофту я прям вижу это персиковый и не эта пудра даже это не персик это пудра вижу прям какой-нибудь ажурчик легкий и рукава три четверти не больше шелк микрофибра и кашемир здесь f271 вот таких две тубы я взяла и здесь 125 грамм 380 метров дальше идем баунти тоже это под заказ это девочки у меня кто в инстаграме вот хотят такую пряжу почему нет она на самом деле мне очень нравится я не уже говорила те кто любят молочный хлопок от color city тоже могут по достоинству оценить и эту пряжу она не уступает по качеству абсолютно подходит олеги аллергикам 007 цвет это 10 50 грамм 200 метров так и что подождите вот 60 хлопка и 40 акрил из кокосового молока девчонки вы не думаете что это из кокосового молока добывают акрил нет абсолютно это не так сейчас я вам расскажу что это есть за зверь и так что можно вообще сказать о пряже значит акрил из кокосового молока кто не знаю что конечно это все искусственная тема а это все смесь это белки это белковый волокна самого молока который до входят состав и зеина зеин это вещество она содержится в зернах кукурузы то есть эта смесь color city у нас идет совместная задумка разработка китая и германии то есть китай производит по германским технологиям она не уступает абсолютно никакой другой пряжи по мягкости по теплоизоляции она тоже не уступает растягивается она как и всякая любая пряжа с содержанием акрила что мне нравится этой ниточке она мягкая она подходит маленьким детям единственный недостаток белковых волокон это наверное то что когда влажность большая то лучше конечно ее хранить в пакете все то есть больше таких вот как бы ну особых противопоказаний нет белковые волокна которые содержатся да в кокосовом молоке они считаются экологическими чистыми и полезными для здоровья как бы да вот поэтому я вам рекомендую взять попробовать оценить вот она содержит уже естественный увлажнитель сама пряжа до содержит да 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 вот смягчает кожу как бы нам заявляет да там производитель конечно это все сказки ничего на там не увлажняет никакую кожу это в плане того что божечки да не дайте не она быстро сохнет то есть вы постирали положили разложили минут 15-20 все высохло вот что еще вам сказать пряжа это не линяет дальше так как у нее уже у самой пряжи у самой ниточки вот этот вот кокосовое молоко да там есть внутри присутствует как бы влага в небольшом проценте там микро 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 она не как бы вам сказать в общем она не не притягивает грибки вот то есть если у вас 3-4 дня дождь и вы сушите на балконе то она у вас не заплесневеет что очень хороша этим она также что еще могу сказать она подходит аллергикам это я не устану повторять девчонки имейте ввиду подходит малышам с чувствительной кожей ну и у взрослых же тоже она бывает правильно а если это жаркий день то она холодит если это холодный то согревает в общем я не видела отзывов плохих на эту пряжу скажу вам честно вот что вам еще по ней сказать девчонки я даже не знаю потому что ее надо пробовать сколько людей столько и мне не линяет это точно я знаю стирка разрешена мною тут ну тут принципе отпаривать видите можно воде стирать при 30 градусах но я вам скажу что в машинке вы ее постираете при 30 градусов ничего с ней не будет она очень как бы зарекомендовала себя очень хорошо так ну вообще пряжа это конечно баунти она сравнительно недавно она моложе чем молочный хлопок да это который с коровкой у нас идет но я тут наговорила может сумбурно но это то что я не знаю отзывы бывают разные противоречивые но я вам советую попробовать хотя бы взять один моток связать пинетки связать шапулю и ну вы поймете о чем я говорю она мягкая нить не расслабиться при вязании и любит крючок и и любят спицы в общем девчонки имейте ввиду если где-то увидите у себя в магазине берите не пожалеете потому что я вязала свитшот он у меня не растянулся не растянулся не выцвел ничего вот как цвет был так и остался ладно пойдем дальше идем к яку я был вот такие взяла цвета на пробу на носочки девчонки пусть вяжу то есть помоточная им их продам 100 грамм 430 метра пух яка мериносовая шерсть и акрил кто-то говорит что откуда в китае пух яка девчонки но вы такие смешные сейчас столько качественных искусственных материалов я вам скажу и як это не такое уж и животное которое нельзя вырастить в этих как сказать в домашних условиях это раз во вторых пряжа это это фабрики они могут что-то где-то скупать плюс это германская технология поэтому говорить и фукать о том что какой-то як вы як вообще не видели девочки да я видела столько пряжи что вам и не снилось это раз второе я не говорю о том что здесь я не знаю что як нарисован да поэтому здесь як пух яка то есть это не используется вся полностью шерсть это пух это может подшерсток это может быть а вычез вычез какой-то да когда линька там но его здесь мало в принципе тут возможно только мериносовая шерсть еще акрил да и то есть это я не спорю рукам приятно и вязала мужа носки единственное что хочу сказать черный цвет меня разочаровал в прошлом видео я показывала и может мне такая партия попалась девочки я врать не буду но он сыпется пух сыпется мне это не понравилось плюс моя клиентка взяла тоже повязала говорит что сыпется но я жду ее отзыв я вам обязательно по черной пряжи прям отдельное видео паяку сниму потому что я жду что она мне скажет по ней что как поведется после стирки я осталась черным цветом недовольна down красив да он прям такой благородный черный но мне не понравился так 85 46 свет вот такая ниточка она не скрипучая она достаточно хорошей скрутки вязать из нее можно но фукать не стоит нужно взять и попробовать знаю я таких фукалок которые фукают а сами скорочают я так дальше цвет идет этот цвет у меня идет 960 вот такой еще взяла тоже цвет это и а где номер цвета забыли что ли а вот сорок девять девяносто два белосиние видите какой и ой упала моя пряжа и вот такой я кул здесь зеленка серенький беленький это 2466 почему я сказала по поводу того что фу не фу девчонки вы прежде чем фукать попробуйте сначала возьмите не надо фукать не надо пальцы гнуть пожалуйста я за продуктивную критику и если вам что-то не нравится то пожалуйста факты пожалуйста факт буду рада буду рада замечанием фактом пожалуйста сколько угодно но говорить о том что это извините меня зачем обманывать я не обманываю я читаю что написано на этикетках плюс немцы наверное знаю толк в пряже они я не думаю что врать будут правильно а китайцы просто это совместное производство китай плюс германской технологии дали пряжу вам бюджетная пряжа почему нет они все не все могут себе позволить крутую пряжу за 1000 рублей за 50 грамм поэтому есть альтернатива и нужно пользоваться почему нет нужно пробовать пряжи в мире очень много я хочу попробовать всю если честно я хочу купить себе моток там я могу купить но пока я не вижу на что мне это потратить потому что так я не вижу сильно много мне малыш не дает но я хочу за 50 тысяч моток купить попробовать что там прям такого вау но я пока на 50 тысяч лучше куплю себе не знаю кровать новую или шкаф так ладно это все лирика отступление мы тут собрались смотреть на пряжу и пойдем вот к этой куче и так это моя любовь любовь с первого взгляда даже я не видела девочки этикетки еще что это за ангора не ангора она лежала вот так целый мешок был именно вот этого цвета и она всего так лежала я увидела я я просто своему мужчинке который до поставляет не это все дело говорю все хочу дай мне упаковку ну ты хоть состав то глянь игру я хочу ее дай он не дал я пришла домой смотрю ангора элегант что это за пряжа не знаю как не ну как бы что я я не вязала ей честно я к такой пряжи которая с мохером отношусь неоднозначно у меня двоякое мнение и это сложная пряжа кто вяжет из мохера знает о чем я говорю это сложность в распускании это возможно колкость это возможно какие-то неприятные ощущения во время вязаний плюс этот пух везде и всюду да я наверно сейчас покажу сразу что я вижу из нее именно из этого цвета в общем с опаской надо но вяжется легко быстро удобно не знаю но это мое я искала пряжу на шапку увидела влюбилась дела ну бывает такой девочки ну чё я сделаю это 150 цвет и здесь состав давайте посмотрим что здесь здесь получается 10 шерсти 10 милиноса 10 махера люксового 70 премиального акрила 100 грамм 500 метров с одного мотка у меня вышла шапка и с другого мотка еще останется я свяжу в две нити варежки вижу вижу шапку и еще у меня есть моток я свяжу себе снуд да 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 таня если смотришь видео имей ввиду я буду вязать твой снуд чтобы у меня был наборчик а может рита там поспеть с варежками такими к моей шапке я еще и варежки бахнет еще мне это хватит сейчас я вам сразу по факту покажу что я вешу смотрите это только пока варежка заготовка крючком я вижу в две нити вот она видите какая на руке лежит это крючок выдвините мне понравилось из нее вязать вот она как смотрится в крючке она не колючая но если у вас супер чувствительность девчонки не рекомендую на если ее еще и начисать будет ваще огонь вот такая варежка у меня заготовочка есть видите это крючок девочки не спится это крючок просто такой узор мастер-класса на него не будет и вот такая шапка мы вяжем в группе с девчонками вот эти шапки видите в две нити я вижу здесь у меня будет бубончик но я еще хочу красную или или синенькую не знаю я еще думаю вот такая она вот получается на себе пока не покажу потому что я еще жду бубончик при бубон потом покажу и сделаю отзыв на эту пряжу потому что я еще жду спицевый обзор мне девочка обещала сказать свое мнение если она снимет на видео я этот кусочек обязательно вставлю когда буду делать обзор на неё именно на ангору элегант потому что я не успеваю еще и спицами связать нужно протестить пряжу полностью вот и до как я люблю вот такой цвет ангоры вот это тоже мне понравился цвет прям конечно я девчонкам набрала все цвета взяла может они по моточку захотят попробовать 25 цвет у этой пряжи вот такая она ну то есть мотка хватит на шапку двух мотков свяжите все ковтейку почему нет начес делаете круто дальше вот такой цвет это прованс да если их смешать да сделать градиент в общем девчонки полет фантазии у меня опять начал работать все давайте закончим уже двести двадцать третий цвет потом вы посмотрите из той же серии до что сделать градиент того моточка того моточка вышла класс нючая шапка снуд варежки не знаю ну все что хотите кофточка кардиган почему нет ажур может захотите 49 цвет это партия 1537 кстати в партиях нужно обязательно смотреть если вы вдруг взяли один и вам на что-то глобальное не хватило то обязательно говорите номер партии в магазине храните этикетки по этикеткам я отдельно видео сниму как я храню для чего храню и зачем хранить мне столько планов либо время взять вот такой ангур элегант вот этот цвет в живую конечно божественную 810 это мой любимый цвет все знают мою страсть к синим голубым зеленым бирюзовым это вот потемнее тоже в принципе можно сделать градиентик 247 цвет тоже будет красиво дальше идем пойдем уже к синеве раз не взяла вот такой синенький красивенький 68 этот цвет дальше синие 5 уже такой более насыщенный мой любимый цвет 234 ты то есть если того того набрать он вообще уже игру фантазию меня погнала как всегда на ночь это вот зеленка как она есть 2070 вот такой цвет малиновое вино красота 1146 почему нет даже же можно шаль с него пахнуть будет красиво тут вот девушка она видите в кофточке дать кофточку можно вот тоже серенька 37 31 цвет это был далее идет вот этот вот красивый розовый такой насыщенный цвет у розового красиво 243 цвет причем это пряжа джина турция совместно с турцией то есть они то есть да поняли они совместно то color city это идет китай германия а это идет и по японии и турки типа турецкая технология или китайской по турецкой технологии но факт в том что она красиво молодцы умеют делать красоту из простого так дальше 212 цвет что хочу сказать по ангоре она не колется во время вязания она никуда не лезет пушинки не летают у меня по квартире и надежды не оседает кошка не чихает да у меня кошка чихает на пыль строительных бывает вот такой красный я вот сейчас вам скажу девочки вот этот красный я возьму и вот видите что сейчас у меня подошла к своей задумке то есть я смешаю эти два цвета и у меня будет шапка вот так вот вот так вот я задумала да вот смотрите это тоже такой синий видите темно-синий такой и этот цвет 227 кому интересно это 220 вот не нежняшка пошла мишечка вот такая розовенькая нежняшка 20 цвет это очень мне нравится и коричневая шоколадка или карамель наверно карамели до ближе такой цвет 5 собственно я вам все показала вы всегда можете мне написать спросить по ценам я без проблем отвечу потому что почему я видео не говорю не потому что я чего-то там стесняюсь или чего-то как это правильно сказать я не говорю о ценах на камеру не потому что я чего-то стесняюсь или скрывая ничего не скрываю просто когда я вам показываете цвета я могу что-то забыть ну что мне очень хочется с вами этим поделиться рассказать пряжи которую я взяла девчонкам быстрее быстрее сделать отчет показать что же пришло видите я еще даже уставшая быстрее пришла чай не пила ничего не пила давай быстрее это все показывать потому что девчонки ждут уже хотят посмотреть что же у меня в мешках такое бы поэтому я всегда вроде отвечала всегда корректно стараюсь ответить если конечно хамство нет что еще хочу сказать присоединиться к нам всегда можно мы всегда рады у нас все это проходит в дружеской атмосфере также у нас куча рукодельных групп так что приходите к нам мы будем рады очень вам вдруг у вас какие-то есть свежие идеи свежие мысли может вы хотите чем-то поделиться с нами или вас семье не понимают ну потому что у многих рукодельниц есть такое что в семьях не понимают нас к сожалению слава богу мне такого нет в общем мы будем всем рады что еще хочу сказать касаемо пряжи девчонки если вы знаете где закупиться мадам трикот я вас очень прошу напишите мне в комментариях я очень хочу и закупиться также я хочу немецкую пряжу носочную попробовать я не помню как называется мне девчонки говорили что она очень хорошая поэтому я буду очень ждать и вот мой пушистик пришел моя звезда бусинка всем пока пока пока